А у кого-то еще складывается впечатление, что блогеров уже так много, что в скором будущем работать будет некому. Ладно, мой канал не об этом, поэтому сегодня я расскажу вам о мобильном стабилизаторе, который улучшит качество вашего контента и увеличит количество подписчиков в вашем TikTok, Instagram, YouTube и тому подобное. Сегодня у нас на обзоре двухосевой стабилизатор от китайской компании Zhiyun. Если ты впервые слышишь о ней, то самое главное, что нужно знать, они умеют делать стабилизаторы. Конечно, мобильное приложение не раскроет всех наработок компании и не позволит снимать кинематографичные биролы, но за свои деньги Smooth X отличный вариант. И раз уж зашла речь о цене, то давайте рассмотрим, за сколько гривень вы можете его приобрести. Вводим на e-каталог Zhiyun Smooth X и видим диапазон цен от 1699 гривен, это 61 доллар или 4500 рублей, до 2240 гривен, то есть 80 долларов или 6000 рублей. Альтернатив в данном ценовом сегменте целых 17. Здесь у нас и Hotem, и Bazeus, и Feiyu, и еще несколько ноунеймов. Ну а если мы добавим параметр режим слежения, джойстик и вес меньше 300 грамм, то альтернатив и вовсе две. Поставляется устройство миниатюрной картонной коробки с изображением стабилизатора и основными характеристиками. Внутри нас ожидает сам Smooth X, а в отдельной упаковке находится плотная инструкция на 14 языках, включая русский, сервисный талончик и кабель USB-C для зарядки. В продаже имеется два варианта цветового оформления, серый и белый. И обозначается это вот таким вот кружком, хотя куда логичнее было бы делать просто фотографию в том цвете, в котором оно будет внутри. Или писать Color Gray. Ну, не доработали. Кроме того, на сайте BigSale.com, а это именно тот магазин, где я взял стабилизатор на обзор, не только самая низкая цена на Zhiyun, а и вот такой комбо-кит, в состав которого входит сумка для транспортировки и тренога, которая должна улучшить хват при использовании. Но я не вижу смысла в покупке комбо-версии, просто потому что одна из фишек Zhiyun Smooth X – это компактные габариты. А с такой сумкой и треногой он становится еще одной сумкой, поэтому выбор пал на соло-вариант. Внешний вид устройства стандартный для данного класса, но Smooth X выделяется за счет своих компактных размеров. Всего 65х56х145 мм, а вес 235 грамм. С такими габаритами его легко можно таскать с собой в рюкзаке, бананке и даже в кармане джинс или ветровке. Он действительно очень маленький, и это хорошо. На ручке имеется блок управления, где аккуратно расположены LED-индикатор, джойстик и пара кнопок. А справа от них качелька для регулировки зума. Кнопка включения находится на второй стреле, если так можно выразиться. Чтобы перевести устройство в рабочее состояние, ее необходимо зажать на несколько секунд, после чего загораются все лампочки и можно начинать работу. Но здесь есть свои нюансы, о которых я расскажу в отдельном пункте. На противоположной стороне от кнопки включения находится порт для зарядки формата USB-C. Уже упомянутая особенность конструкции – резьба на нижней части. Как ты уже понял, для треноги или штатива. Прежде всего расскажу, как его открыть, чтобы не сломать. Уверен, что есть такие уникумы, которые сломают, но инструкцию не откроют. Итак, проворачиваем ручку вправо, тем самым разблокировав один из двигателей. Немного тянем ручку на себя. И проворачиваем часть с креплением на себя до рабочего состояния и разблокируем второй привод. Но прежде чем нажимать кнопку включения, необходимо побеспокоиться о таком факторе, как балансировка. Это поможет стабилизатору работать лучше, при этом меньше расходовать аккумулятор. Многие пользователи думают, что его не нужно балансировать. Но это большое заблуждение, которое сильно влияет на продолжительность работы стаба. Сначала внимательно смотрим, куда оказывает красная стрелка на фиксаторе смартфона. Именно туда должна быть повернута камера. После вставляем телефон таким образом, чтобы он находился в балансе. То есть левая и правая стороны были на одной высоте. После подготовки этого видео, я решил погуглить информацию и послушать, что об этом стабилизаторе говорят другие. И каково было мое удивление, когда все блогеры как один начали заявлять, что смартфон в большом чехле. Сюда установить нельзя. Но как вы видите, iPhone 11 Pro Max в массивном супер защищенном чехле UIG Plasma Ice. И никаких проблем. Единственный минус подобного варианта использования, это опять-таки повышенный расход энергии. Прежде всего, это мобильный стабилизатор. Поэтому и для работы с ним понадобится мобильное приложение. ZY Cam доступен для iOS и Android. Как и где качать приложение, думаю, разберешься сам. Без программки стабилизатор тоже будет работать. Но часть функций доступны только в нем. Поэтому обязательно качайте приложение. Ссылки на обе версии я оставлю в описании под видео. После установки необходимо сопрячь смартфон Smooth X и можно переходить к работе. В интерфейсе вы можете найти режим съемки, библиотеку, архив работ других пользователей ZY Cammy, раздел, где можно монтажить полученные кадры и, собственно, информацию о вашем аккаунте. В разделе съемки доступна информация о состоянии заряда стабилизатора, режим съемки, несколько вариантов качества видео, все зависит от вашего смартфона, режим бьютификации, общие настройки и собственные режимы съемки. Из самого интересного стоит отметить вырвиглазную бьютификацию, которую могут использовать разные королевы инстаграма, чтобы потом не париться с обработкой и фильтрами. Понравилось, что в приложении есть автокалибровка, только для ее применения необходимо поставить стаб на ровную поверхность и желательно держать ручку очень крепко, либо есть вероятность разбить смартфон. Из режимов работы стоит отметить Smart, где тебе предоставляются референсы с предустановленными движениями стабилизатора. Возможно, шедевров так не сделаешь, но поучиться можно. Плюс, параллельно с этими видео можно понять, на что способна эта штуковина. Фото, таймлапсы, гиперлапсы, все это вы знаете, на них останавливаться не буду. А вот с видео есть несколько уточнений. Прежде всего, это приложение хорошо трекает заданные предметы. Достаточно просто выделить свайпом нужную точку и можно легко ввести трансляцию в YouTube или Instagram, не переживая, что камера потеряет вас из вида. Второе преимущество видео – это распознавание жеста. Нужно раскрыть ладонь в объектив и спустя 3 секунды камера начнет снимать, предварительно распознав лицо. Конечно, все эти манипуляции можно производить при помощи джойстика, но если вы, допустим, решили снять TikTok, а помочь вам некому, то такое решение станет как никогда кстати. Нельзя не упомянуть о возможности смены ориентации камеры. Двойной клик по левой маленькой кнопке быстро повернет смартфон как нужно. При этом одинарное нажатие включает и выключает режим поворота вместе с рукой, а тройное нажатие возвращает став к положению по умолчанию. Последнее, что нужно учесть – это наличие Smooth X вот такой вот выдвижной телескопической конструкции. Но использовать ее советую лишь в том случае, когда став установлен статично на треноге или штативе. В противном случае с каждым выдвинутым сантиметром твоя стабилизация будет убираться. Но решение на любителя, тем более, что в режиме селфи-палки можешь захватить больше объектов или достать туда, где без палки это сделать сложно или невозможно. У меня получилось снимать на него почти 4 часа, что очень хорошо, как для подобного решения. А ком на 1000 мАч несъемный, и это минус, ведь можно было и клиента уважить, и немного денег заработать. А вот процесс зарядки занял у меня около 3 часов. И опять же, добавили бы возможность горячей замены, и никаких проблем бы не было. Zhiyun Smooth X это отличный и уникальный двухосевой стаб, аналогов которому я не видел никогда. За пару десятков баксов он улучшит качество вашего контента и разбавит ленты социальных сетей. А его габариты идеально вписываются в понятие портативный, а не так, как у конкурентов. Большое спасибо, что досмотрел это видео до конца. Не забывай поддерживать наш канал лайком, подпиской и комментарием. А с вами, как всегда, был Артем. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова